24 октября в рамках однодневного рабочего визита Великие Луки глава региона провел информационную встречу без галстуков с представителями городских и областных СМИ. На данном собрании обсуждались наиболее значимые вопросы, касающиеся экономического, политического, культурного развития Псковской области и ее отдельных муниципалитетов. В частности, вельголовские журналисты поинтересовались у губернатора, какая судьба ждет городскую набережную. Была озвучена наболевшая проблема строительства Великолуцкого путепровода, так как эта тема давно у всех на устах. Однако видимых изменений великолучане не наблюдают. Андрей Турчак отметил, что все обязательства, которые брала на себя областная администрация, выполнены. Соответственно, по проекту путепровода все наши обязательства, которые мы на себя брали, мы выполнили. Область профинансировала проектная работа, проект прошел экспертизу. Мы сейчас работаем над уменьшением СМИ. Практически вышли сейчас на сумму чуть-чуть превышающих миллиард. Напомню, что первоначальная цифра по проекту была миллиард 600. Наша позиция, что эти расходы можно еще оптимизировать до 900 миллионов, это та цифра, которая будет предъявлена Министерству транспорта. Вы знаете, что РЖД отказался от участия деньгами в этом проекте, хотя мы рассчитывали на то, что 30% финансирования они возьмут на себя. Тем не менее, они предложили эти 30% заместить разного рода подготовительными работами, связанными с переносом сетей и так далее, что тоже стоит каких-то денег. Объективно говорим, что пока позиции Минтранса окончательно не сформированы, в отличие от обходовского, и мы ожидаем этой позиции. Как только они ее сформулируют, мы тогда сможем закладывать какие-то средства у себя в бюджете, и великие луки высказались тоже с готовностью принимать участие в софинансировании этого проекта, ну, конечно, в минимальной доле. Поэтому дожидаемся позиций Минтранса, и в рамках корректированных бюджетов на 13-й год вполне возможно, что какие-то цифры на это появятся. Проект готов. Наша задача сделать так, чтобы он не лег на полку, как это было с рядом других проектов раньше. Добавим, что в ходе встречи на обсуждении были вынесены такие вопросы, как состояние Дорожного фонда области, где по наблюдению главы региона существует недофинансирование, установление общедомовых приборов, учёта в домах Пскова и других муниципальных образований, пригородные, железнодорожные перевозки и многое другое. Также на прошедшем собрании Андрей Турчак отметил, что реализация многих крупных культурных проектов, таких как Масленица или Крещенда, положительно сказывается на имидже Псковской области.